Вот знамя победы! Вот он фигурировал! Казалось бы, все как обычно. Стройные ряды людей в погонах. Приглашенное духовенство и чиновники. Только масштаб иной. Победный парад проходит в закрытом военном поселке Сибирский. Вместе подразделения сибирского местного гарнизона в честь праздного дня Великой Победы построены. Все как в прошлой жизни. Сосредоточенные лица, зрители, наблюдающие за процессом, вручение наград отличившимся на службе, праздничные выстрелы в небо и военный марш. А еще знакомые всем военные мелодии. Барнаульцы, впрочем, как и жители других городов региона, из-за пандемии смогли увидеть только московский парад по телевизору. Торжественные шествия в крае прошли исключительно в воинских частях. Но праздничное настроение землякам всячески пытались создать. По главному проспекту, краевой столицы, сегодня прошел оркестр Росгвардии. Вы видели, как горожане, гости города, жители окрестных домов приветствовали музыкантов, снимали их. Так что я думаю, что прохождение военных музыкантов станет значимым событием. Встречал гостей сегодня и Барнаульский зоопарк. Волонтеры Победы предлагали всем желающим изготовить символ мира – белого голубя. К слову, требовалось не больше трех минут, причем даже в перчатках. А это осложняло процесс. Маленьким детям мы просто дарим уже готовые фигурки, а те, кто хотят научиться, показываем на практике, как это сделать. А еще небольшая часть асфальта зоопарка превратилась в студию живописи. Танки, российский флаг, солнышко. Разноцветными мелками дети рисовали атрибуты Победы в Великой Отечественной. Что рисуешь? 75-летие. Чего? Ну, типа солнышко. Мне написало 75, это флаг России, типа. А почему вот именно это? Почему именно солнышко? Ну, чтобы мир был в стране. К сожалению, главные виновники торжества, ветераны, не смогли наблюдать за праздником вживую даже сегодня, спустя полтора месяца, после 9 мая. Пандемия позволила им, лишь сидя у телевизора, еще раз вспомнить, как это было в далеком, в 45-м. Смахнуть слезу, улыбнуться и порадоваться яркому солнцу и мирному небу, в которое сегодня с нулевого километра полетели настоящие белые голуби. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин, Илья Халяпин, Александр Антропов. День с толком.